здравствуйте мои зрители с вами школа рукоделия и я и к сегодня мы вяжем мужской снуд с молнией вот она молния вот молния у меня 16 сантиметров снуд из одного мотка пряжи я вам показываю метраж пряжа секционный вот видите с этим градиентом у меня это уже как бы он почти связан я вам показываю как выглядела эта пряжа но опять же девчонки вы не купите это чешского производителя я показываю для того чтобы вы ориентировались на вот этот вот метраж 240 метров 100 грамм а вот то есть такой размер получится из такого метража пряжи либо ангору смотать пехорку смотать в 2 с 2 сложения все пожалуйста вот все можно приспособить и так я всего я набрала 80 петель и вязала английской резины кайп прямоугольник набирала способом качели которые есть в моем сборном видео 80 петель спицы у меня диаметром 5 миллиметров вот они видите как на которых я вяжу сейчас буду показывать образец просто на таких спицах чтобы вам было видно так вроде все сказала спицы сказала 5 миллиметров один лоток пряжи 240 метров 100 грамм а молния 16 сантиметров и так способ набора петель на одну спицу я думаю уже показывала или не показывала отдельно значит захватываем первую петлю видите так вот захватили и перекрутили далее вводим спицу под нить и захватываем вводим спицу под дальнюю нить и захватываем переднюю перри как бы перетягиваем ее на ту сторону далее отсюда и захватываем дальнюю нить это таким вот образом поэтому он и называется качели можно соответственно набрать любым другим способом вам удобным вот я набирала таким поэтому и показывает вот теперь в конце вот так вот я держу потому что она распускается надо сделать узелок обязательно чтобы прихватить это все дело так первую петлю снимаем мы видим здесь у нас первая лицевая идет далее изнаночная оно очень видно чтобы получить получился красивый край вот важно соблюсти вот такая вот видите петля она у нас лицевая а вот с узелочком это изнаночная то есть видно где у нас лицевая вяжем по узору буквально три ряда резинкой провяжем вот и получается вот такой вот край вот так по поводу петель 80 петель на спицы 5 миллиметров и вязала я сначала хотела английская резинка а потом все таки решила что вот этой вот пышная резинка будет удобнее то есть под петлю вниз одну снимаю первую снимаю каждую лицевую петлю изнаночную просто провязываем лицевую вяжем под петлю вниз изнаночную провязываем и вот таким вот способом я вяжу до того момента пока не закончатся нитки то есть высоту сейчас я вам измерю все пропишу на протяжении всего вязания мы вяжем вот так вот лицевая петля под петлю вот и по итогу у меня получается вот такой вот полотно шириной 45 см но оно понятное дело это английская резинка на таким упрощенным способом оно тянется тянется значит ширина у меня 45 см ряды я даже не буду считать я просто измерю сколько у меня в высоту получилось вот я взяла просто сколько у меня в мотке было пряжа 30 см 30 см вот такой вот прямоугольник далее у меня осталось там совсем чуть-чуть пряжи сейчас я вам покажу сколько вот видите столько у меня пряжи осталось сейчас я провяжу 4 ряда лицевыми резинкой один на один и потом все петли закрою вот я провязала еще 4 ряда просто резинкой для чего я вам сейчас объясню для того чтобы верх у нас был более стянут видно вниз у нас у ляжется по плечам плюс еще будет разрез с это смолния а вверх у нас будет под горло вот поэтому для этого я провязала эти 4 ряда сейчас просто закрою петли по узору вот по узору это значит как лежат петли вот здесь у меня изнаночная вторая как бы я ее их закрываю провязываю 2 вместе изнаночные если лицевая то лицевой и вот так вот я закрою все петли и по итогу у нас получается вот такой вот прямоугольник значит здесь у нас хорошо тянется здесь у нас умеренно тянется да вот оставила я нить для сшивания продеваю ее в толстую иглу хочу сразу же оговорочка кто умеет вязать эту вязку в круговую вот в половине вернее не в половине а вот так вот когда вы вяжете допустим не допустим когда вы вяжете и довязали до конца молнии вы можете соединить в цельное вязание вот так мне нужно отметить здесь сюда мне нужно дошить вот я же буду сшивать кромочные петли девчонки я продеваю нить и сшиваю 2 кромочные петли раз раз. Достаточно. С запасом оставляем, чтобы не присобрать, а как бы припосадить немного. Здесь я обрежу. Ворачиваю на лицевую сторону. Видите, у меня нужно зажигалкой прижечь вот эти края, чтобы они не распарывались. Видите, если приезжает зажигалка, оно прекрасно потом выглядит. Так, теперь, девчонки, теперь нам можно... Мольня пришивается как бы наверх. Да, вот так вот. Можно машинкой пристречить. Я же вот так вот булавкой сколю, а потом прищу. Поэтому нам нужны нити максимально в тон, да не максимально, а нити в тон. Молнии, чтобы это все у нас дело было аккуратным. Сначала одну сторону, потом вторую. и пришиваем. Смотрим, чтобы вот этот край у нас не залез на зубья. Вот. Шить я начну с этой стороны. Так. Сделаю пару стежков, чтобы прикрепить. И потом... Здесь вот шью так, чтобы нить вылезала минимально. То есть, чтобы нить была вид... Ох... Шью так, чтобы нить была видна минимально. Самыми такими мелкими стежками. Вот здесь вот видите, я так сколола. Смотрите, чтобы... Цеплялось оно только за краешек, как бы и вязание, да. Вот так вот максимально за края, чтоб молнии. И вот так вот пришиваем. Пришиваем. Вот так по шажочку. Прибегаемся сюда, потом переходим сюда. И точно так же. Итак, показываю вам, как я пришила. Видите, я хватала совсем за краешек. Вот такой вот снуд у меня, девчонки. Вот. Его можно застегнуть. Его можно расстегнуть. Это если носить на куртку сверху. Просто волния, как декоративный элемент. Все, мои хорошие. На сегодня это все. С вами была Вика из школы рукоделия. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok